Сначала я обругаю. Слушай, ну вот смотри. Сначала Витя обругаю. Ну чего они дадут? Ругай. А, да, мы уже давно поехали, оказывается. А, да, да. Рододендрон. Давай мы вот... Или как мы говорим, рододик. Или родики. Родики. Родики-рододики. Цвету яблок. Да, вот тут рядом далеко есть шиповник. Как раз уже скоро мы до него дойдем. И с вами снова два яблока на снегу, да? Отмороженные? Отлично. Это тоже надо в бэкстейдж запихать. Здравствуйте, здравствуйте, снова здравствуйте, еще раз. Мы далеко не уходили, мы продолжаем мерзнуть, подвинулись на два метра. Мы с Витей Тропченко в ботаническом саду. И я все пытаюсь привести его к хвойным, чтобы он нам о них рассказал. О том, как выглядят хвойные в осеннем и в зимнем саду. Что нужно сажать, что хорошо зимует, что хорошо выглядит. Не вот так, как эта страшная елка, а чуть лучше, возможно. А, это оказывается пихта. Про пихты отдельно хочется поговорить. Насколько стоит их сажать или нет? Может быть, пихты мы тогда и начнем? Подписывайтесь на наш канал, чтобы узнать больше о пихтах. С нами вновь наш любимый специалист Виктор Тропченко. Витя, расскажи, что с пихтами? Что с пихтами? С сухостой мы разобрались. Расскажи, что с пихтами они выглядят гораздо менее привлекательнее, чем сухостой, на мой взгляд. Это частный случай? Да, я думаю, что это просто... Смотрите, вот вариантов может быть несколько. Во-первых, это может быть вид, который у нас недостаточно зимостоек. И, возможно, ответ на это нам даст вот та вот зеленая табличка, которую мы подаем позже. Обязательно. Возможно, другой вариант, что просто растение оказалось поражено. Возможно, оно просто посажено не вовремя. Вариантов может быть много. Ну, в принципе, в Ленобласти пихты это как бы... Да, в Ленобласти растут пихты, конечно. Просто не все пихты растут в Ленобласти. Некоторые из них растут плохо. Не все пихты одинаково полезны. Да, да, да. Продающиеся, как новогоднее дерево, импортированное из Дании в срезанном виде, Кавказ, пихта кавказская или пихта Нордмана, она практически не зимует в наших условиях. Ее у нас холодно, и она будет обмерзать по уровню снега. В Европе она зимует нормально. Иногда их продают в горшках. Иногда их люди покупают, думая, что если мы купим зимнее дерево, новогоднее дерево в горшке... Да, все хотят елочку. ...и спасем его, сохранив... Это достаточно наивные надежды. И про это, я думаю, нам можно будет снять отдельный ролик. Не купайте дерево в горшке. Купите лучше пластмассовую елку, если хотите сохранить ей жизнь. А теперь мы перейдем все-таки к хвойным. Перейдем к живым хвойным, да. В принципе, нам интересно, какие виды хвойных лучше всего сажать в Ленобласти, чтобы они нас вечно радовали. Чтобы не приходилось с ними нянчиться, чтобы они ничем не болели. Чтобы их не приходилось строить им укрывной шалашик на зиму. Чтобы они, в принципе, доставляли нам исключительно удовольствие, и как можно меньше хлопот. Можно я добавлю нотку пессимизма? Болеют даже бактерии. У них бывают вирусные заболевания. Поэтому болеют любые живые существа. Возможно, что-то из хвойных, но оно менее подвержено. В условиях конкретного участка. Если вам кто-то будет говорить, что вот все что-то однозначное и всегда работает во всех ситуациях, не верьте ему. Это не так. Мы не верим. Разные участки, даже соседние участки, отличаются по микроклимату. Где-то будут жить хорошо одни виды растений, где-то другие. У нас довольно много видов хвойных, которые себя хорошо чувствуют. Это как маленькие низкорослые растения. Наподобие можжевельника горизонтального, микробиоты. Так и более высокорослые виды можжевельников, различных сортовых елей, различных сортовых туй. Есть пихст, сосен. Есть даже более экзотические вещи, как североамериканские цуги, псевдоцуги. У нас даже зимует один из видов кипариса, который стал кипарисом благодаря систематикам. Раньше он был кипарисовиком. Кипарисовик нутканский из западного побережья Канады, США, доходящий до Аляски. В некоторых местах он тоже зимует. То есть не только туи, сморагды и брабанты – наше все. Но помимо этого мы еще имеем достаточно большое разнообразие других хвойных растений, которые тоже прекрасно приживаются. И даже среди туи, среди туи западных, среди крупных туи западных, есть огромное количество сортов. Но покупатели, как правило, знают брабант, смораг, ну еще парочка желтеньких. А, еще шарики. Вудворди и прочие сорта. Литл джем и так далее. Там их несколько. Их целая серия. Но среди туи есть довольно много интересных сортов с яркой окраской хвоей. Как правило, это разные оттенки желтого, зеленого, переходящие от практически разбеленного зеленого через желтый и до цвета самоварного золота, красного золота, до такого бронзовых оттенков. Это интересно именно в зимнем саду. Потому что зеленые хвойные, они, конечно, красивые. Но в мороз, в мороз, они тускнеют. Все без исключения тускнеют. Вы обратите внимание, когда на улице минус 20, как выглядят даже сосны, которые, казалось бы, должны быть ярче. А люди-то как выглядят? Чем лучше мы с тобой разговариваем, тем больше мы похожи. Мы уже вполне подходим, да, так сказать, как цвету яблок. Вот, поэтому с хвойными история следующая. Это очень красивые растения. Они стабильно декоративны. Но их недостаток, продолжение их достоинств, их стабильная декоративность означает скуку. Зимой, да, это объемы, которые непрозрачны. Это цвет, который отличается от бесконечных оттенков серого. Это, наконец, какая-то игра, иния на хвое. Но вот летом, когда вы придете в сад, где у вас будет много хвойных, если вы увидите хвойный миксбордер, а потом повернете и увидите любой цветник, вы поймете, что как-то скучновато. Надо, чтобы это все сочеталось с садом. Тогда это интересно. То есть у вас получается декоративность в течение всего года. Что-либо у вас декоративно летом, и осенью превращается в сухостой, который тоже может быть декоративным или нет. Все зависит от вашего взгляда на эти вопросы. И хвойные, которые декоративны тогда, когда с деревьев выпадает листва, а травы увядают и замерзают. Объясни, да, людям, которые не настолько погружены в эту тему, чем отличаются хвойные от хвойников? И то, и другое голосеменные. Но хвойник – это русское название эфедры. Эфедры – это что у нас? Это тоже голосеменное. Это тоже вот большая группа растений, к которым в том числе относятся все хвойные. Но я могу сказать так, что в жаргонное слово «хвойник» в принципе, если вы придете в садовый центр и скажете мне, вот нужны хвойники, вам никто эфедры не продаст. Тапком нас никто не будет бить в полиции. Да, но если вы хотите иметь несколько более корректной формулировки, использовать несколько более корректной формулировки, то, конечно, лучше называть вещи своими именами. Вам не обязательно знать латынь, но по крайней мере слово «хвойник». Подписывайтесь на канал Европлант, для того, чтобы подбирать более корректные формулировки при выборе растений. Пока мы приобретаем оттенок декоративной яблони, я обратил внимание, что здесь очень много растений с плодами. Это будет отдельный ролик, потому что это тоже зимняя декоративность. А сюда конкретно мы пришли для того, чтобы посмотреть на один из видов пихты, североамериканской пихты. Пихты одноцветные, она же Абисконкулер. Вот обратите внимание на размер ее хвоинок. Да, она вообще вся огромная. То есть, по сути дела, хвоя 5 сантиметров длиной, и это не предел. И шириной несколько миллиметров. Наверное, это самая большая хвоя из всех хвойных, которые могут расти в нашем регионе. И у нас есть хорошие новости. Эти пихты растут. Конечно, не на каждом участке. Конечно, их нужно сажать так, где они будут находиться в зимней тени. Это очень критичный фактор для многих вечно зеленых растений. А сколько лет конкретно этому растению, как ты думаешь? Это же просто какая-то огромная новогодняя елка. Я думаю, что лет 20 минимум, а может быть и больше. То есть, это очень старое растение. Оно, в принципе, за все эти тяжелые какие-то сложные зимы сохранило вполне свою декоративность, его не поломало. Оно не обмерзло, что гораздо критичнее для этого вида. А может быть и 30, и 40. Не знаю, надо смотреть. К сожалению, так сходу я не могу оценить его возраст, но оно большое. Показательная практика, несмотря на то, что все-таки это город, но тем не менее растение выглядит совершенно волшебно. Одному из своих заказчиков я предложил эту пихту в качестве новогоднего дерева. Да, именно так. У нас есть питомник, который выращивает эти пихты. И они действительно зимуют. Они зимуют у них на открытом солнце. Они не очень большие, но они растут. Это актуальный вопрос, потому что у нас декабрь буквально. Да, и посадочный материал. То есть этот вид вполне устойчив в нашем климате. Я надеюсь, что Европлант не вырежет эту часть. Почему не вырежет? Более того, прикупят пихт. Да, это было бы хорошо. Потому что эти пихты заслуживают того, чтобы они были распространены. Подписывайтесь на канал Европлант Лайф. А мы замерзли и пойдем пить кофе. Спасибо за внимание. Задавайте вопросы. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!